Все нормально? Термозно? Ребят, всем привет! Вы на канале Бон Аппетит. С вами Толя, Вика, все наши друзья. И сегодня у нас полный детский сад. Как обычно, да. Только сегодня мы решили попробовать еду из детского сада. У нас, кстати, была уже еда из школы. А сегодня, да, мы отправляемся в детский сад. Мы деградируем. Ну, за всех не говори. Детский садик. Я радуюсь, потому что я, детский садик, это для меня был самый травмирующий опыт за всю мою жизнь. Это просто у меня столько воспоминаний негативных о детском садике, что просто вообще... Всем приветики. Всем приветики. Мы сегодня пришли в детский сад, короче. В детский сад. В Диме есть детскую еду. О, Сан Сон, классная прическа. Спасибо большое. Ладно, это не Сан Сон, ребята. Ладно, если бы подумали, что я Леша, ребята. Это не он. Сегодня мы с Машей пробуем еду из детского сада. Это, боже мой, отвратительно. Лучше бы меня на прошлый выпуск позвали сыроеческой едой. Борис, я недавно узнал, что ты не подписался на канал Бонапетит. О, нет, я подписался. Да? Да. Ладно. А вы подписались на канал? Ну, вот это вообще козырно. Вот когда такое давали, вот батон с маслом. Почему ты уже открыл глаза? Я сижу как дебил просто. А, Маша, открой глаза. А, нет, не открывай, закрой. Все. Расходимся, короче. Выключайте камеру. Тут принесли батон с маслом. Нам почему-то принесли сразу всю еду. У нас будет просто... Мы один раз попробуем. Потому что и кашу, и какао, и бутерброд с маслом. Это каша. Это каша. Это пшенка. Уже пшенка. Это пшенка опять? А что? Да. Похоже на больничную еду уже. Вот эта штука, кстати, проверочка. Блин, выглядит очень. А, нет, все нормально. Блин, она нормальная. У нас тут пшенка. Ботониссима с маслом. Блин, я не очень хочу пробовать еду из садика, потому что запах сразу напомнил про садик. У меня вот в детском садике были каши, вот пшеная каша, она была таким куском. Таким. Вкусно. Вкусно. Это пшеная каша. Да, кстати, никогда не видел пшенку в засознанном возрасте. Это реально вкусно. Это пакет, типа, да? Да. Там Nextquik или? Нет, не Nextquik. Это, типа, местная? Россия? Да, я думаю, Россия. Где тебе в саду давали вкусное какао? Это офигенно вкусное какао. Так в саду такого не дают. Ну, она похожа очень. Ты просто не размешала. Я просто был очень дикий ребенок, меня наказывали закрыванием в туалет. И я орал, короче. Это же как из фильмов ужасов, который ребенок, который все детки сидят, играются, и ты такой в углу. На потолке. Где Кучинский опять этот? Опять сдавался на потолок. Киш, киш, оттуда киши. Ну, блин, на самом деле, это самый козырный расклад, когда себя дают батон с маслом и какао. Ну, сейчас обычно сырик сюда кладем. Нет, сырик... Ладно, в лагерях. А для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон. Вы меня. Лагерях! О, еще, смотрите, 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 такое фишка, да. Или не так, или вот так. Вот что это такое? Вот это батон с маслом? Почему? Это десерт. Я понимаю, я просто в детстве не мог об этом рассуждать и говорить, сидя за там партой этой школьной, в саду, да. Сидеть такой, поварихе говорить, скажите, вы считаете это нормально? Ну, типа батон с маслом. Это чтобы шкет съел и просто все, на целый день. Ну, батон белый, почему? Потому что белок, масло, что? Белое, желтое, почему? Потому что в нем желток. Так за что тебя закрыли? Я не хотел что-то делать, я отказывался, я психовал, я не помню конкретно. Я был очень, ну, у меня всегда было очень развитое чувство самости, и я не хотел, как бы, делать то, что мне говорят. Ну, типа там, иди там, играй. Я, блядь, не хочу. Иди ешь, я не хочу. Я хочу играть. Я хочу играть. Иди по маленькому. Нет, я сейчас навалю. Такого не было. И меня, короче, за мое непослушание закрывали в туалете. А потом мою маму вызывали в детский сад и говорили, он ругается матом. Потому что, когда закрывали меня в туалете, я начинал колотить в стеклянную дверь и орать, суки, откройте. Я ходила в садик, но у меня садик разделился на две части. Это как? Обычный советский, в котором было боль и страдание. Мажорский этот западный? Нет, а потом этот садик стал еврейским, и жизнь не обрела вообще... Игрушек стало меньше? Игрушек стало больше, все это стало более увлекательным. Ой, а что за стаканы? И что за размер? Да, как дети эти, которые они берут уже двумя руками эти стаканчики. Что такое? Тебе дали воспитательству стакан? Мне интересно другое. Почему детей таким говном поют в садах? А еще мы недавно были в гостях у Толи и угадывали разные фильмы. Это было очень интересно и весело. Переходите по ссылке, посмотрите его выпуск с нами, с нашим участием. Было весело. Спасибо. Что это за потроха? Я вот тоже не понимаю. Я такого не видел в детском саду. Это что, рис смешивая с гречкой, что ли? Ой, это странно. Ну да. Это типа от вчера остался рис, а сегодня греча. Вот вам новое блюдо. У меня в садике такого не было. У меня тоже. Это в садике, где свинюшки жили? Ну что, свинина, что ли? Ну я такого не знала. Нет, такого не было. Что так можно перемешивать гречку и рис? Ммм, что-то. Блин, это тушеная капуста. Я обожаю тушеную капусту. Но у меня вопрос. Почему здесь столько капусты и всего лишь два малюсеньких кусочка мяса? У вас прямо типа, прямо типа, все эти диски сады кормят, А вас не кормят? Нет. Так, тушеная капуста, вонючая тушеная капуста. Кто тут любит? Ни одной руки. Гречка, рис. Поэтому все смешали в одной тарелке. Не знаю, это очень вкусно. Почему из этого не сделали смузи? У меня когда бабушка квасила эту капусту, обычно как бы вся квартира пахла исключительно. Я не знаю, почему у нее такой ужасный запах у этой капусты, не у бабушки. Моя бабушка нормально пахла. Ну, блин, ты заходишь просто в квартире. Ну, конечно, нормально с мясом. Ход мяса на том, что. Ты даже мяса не доел. Не заметил. Я так и поняла, что ты не заметил. Иначе ты его съел. Еще бабушки, дедушки, они чаще всего живут по-принску. Боже мой, срезал эту плечень, вот все варенье. Ну, что ты говоришь? Испортилось, испортилось. Он немножко, это мог, это полезно, это тоже натуральное. Это природное, натуральное все. Если, если плесь не понравилась, значит, и тебе понравится. Нет, я больше всего не любила манку. Я вот, а если бы отдельно было рис, отдельно гречка, еще желательно гречка, бы сосиска, вот это можно было бы есть. А вот убитый конь с переваренной, перетушенной капустой и смешанной кашей, мне вообще не вкусно. Вика тебя захейтит. И я буду первой. На самом деле, кстати, рис и гречка, это очень неплохо. На удивление, я тебе сейчас знаю, что скажу. Удивительный факт. Эта каша называется дружба. Китай и Белоруссия. Это дружба... Ну, рис, я знаю, был в Вьетнаме, в Азии. Дружба в Вьетнаме с кем? Нет, дружба черно-белая. Ты съел все наше, да? Конечно. Я, в принципе, только в садике-то мясо-кредил. Ну и сейчас тоже. Нет, на самом деле, сейчас нормально. Я вообще сейчас не перееду, в эту топку залазил все что угодно. Перерабатывается в чистые мышцы. Эти вот базуки, они запрещены во многих странах. Смертельное оружие. Вот эти, это такое. Они у меня тоже. Пугачи так. О, смотри. Ну ладно, что-то есть, что-то есть. Как минимум в клубы нельзя заходить. Компот. Ненавижу такой компот. Вообще компот не люблю. Потому что ягоды... Есть люди, которые вот пьют компот. Скажи, что больше, чем компот с сухофруктами ты не любишь? Молочный суп. Ой. А почему с сухофруктами? Компот с сухофруктами и молочный суп. О, блин, нет, нет, нет. Молочный суп с макаронами. Это не макароны, это вермишелька. Это... Ты удивишься, что это? Ну, попробуй сначала. О, погнали, погнали. Открывай, открывай. Вот это, вот этот знаменитый компотик с гландами. Или что это? Когда, знаете, вот в фильмах профессору, к парфюмеру, когда заходит, вот у него вот это вот лежит. Ну, просто тут еще масса была. Я вообще, зачем вы это придумали? Зачем? Это типа, когда ничего не было. Вот правда не понимаю. Сахар и разваренные макароны. Все как в садике, да? Обожаю. А сахарочек вот нужно подсыпать, и все. И детский мозг уже радуется. Торелочка красивая. Какая она, торелочка красивая? Ну, ксуп. Тут еще картошка? Нет. Это два ингредиента. Если микрофон берет, то у меня прямо вот такой вот такой... Дай тебе запить чем-нибудь легким, дай тебе водкой. Вот реально есть люди, вот я компот не люблю, потому что вот эти вот ягоды мне смущают, но они там как... Как забальзамированные трупы? Как что-то мертвое, да, и такое, ну выглядит это отвратно. А есть же люди, которые пьют этот компот, а потом такие... А если курага проскочит в глотку? То ты ее проглотишь и не умрешь. Ребенок маленький. Да он умрет. У него шея такая же, как диаметр кураги. Я не знаю, мне в детском саду казалось, что это не так плохо. Потому что тогда ее скиллы типа еще были типа слабенькие. Сейчас уже опытная. Сейчас я думаю о том, что это какое-то очень странное блюдо. Это как вообще от бок не прийти? А ты можешь сейчас закинуть тебе эту... Могу, но я не хочу, потому что ты думаешь, зачем? У нас люди пробуют, а не закидываются. У нас была воспитательница, она была старая. А повариха, походу, была ее бабушка вообще этой воспитательницы. То есть она... Ну настолько она старше. Она прямо вот сама, как курага. И вот кажется, что как будто кусочки ее сваливаются туда в этот компот. Ну если бы он был на соевом молочке, я бы доел. Ну потому что мне нельзя молочком, я буду. Или на миндальном. Ну не миндаль, на растительном. Ну у меня от лактозы мне плохо. Да хорошо. Ну плохо мне. Раз, два, три. Тихий час. Спать не хочется? С соседом напротив играем в жесты. Да. И тут я вижу, что, короче, мой товарищ вот так вот лег типа спать. И я такая, типа спать, это ты спишь. Типа он мне показывает, что ты спишь. И я такая, ну он что-то блин не реагирует. И я такая, ты спишь, это ты спишь. И поворачиваю голову, и тут на меня это. Ты надзирай, мы воспитательница. Надзирательница. И уже с хлороформом на тебя маску одеваем. На, одевай. Все отправились после тихого часа играть, а меня заставили сидеть за столом и там тоже какие-то там. Вот по-моему со мной какие-то такие же. Мне даже ничего не дали, ни карандашей, чтобы я просто сидела, ничего не делала. За что? За что? Ну он еще и сладкий. Ну, ну фу же. Свадебная еда. Читаем комментарии, дорогие наши зрители. Ваш комментарий драгоценный, восхитительный. А теперь, Толя, вспомни, как Вика не позвала тебя на свадебный бранч. Вот и ее не позвали. Вот и ее не позвали пробовать. Пара-пара-пап. Один плюс один, два. Ксения Аксенова. Лера, не набухаешься ты, Энди, потому что когда выпекается, то все испаряется. Энди, а зачем тогда его добавлять? Пишет Panzertank. Жду выпуск. Еда вспоминает. Так ты не жди. Идешь, там всегда и конфетки есть, и водочки можно взять. Еще и цветы подарят. Можно пригласить Катю и Олега к кавер-группу. Даже свадьбу сыграют для этого. Поедем петь? Что мы будем петь? Take me to charge? Нет. Кто-то поправил Толю? Что? Боже, обожаю эту химию между Егором и Толей. Да, это был первый и последний раз, когда Егор поправил. Вы видите, больше Егора нет. Что? У меня такой вопрос. Почему именно под выпуском со свадебной едой люди начали писать про еду с поминок и про похороны? Каким образом это... В России есть два праздника. Свадьба и похороны. Кажется, Олег перед съемками принял, что это веселящее или, наконец, правильно подобрал депрессанты. Хороший комментарий мне нравится. Кто это пишет? Маргарита, 36961, весна. Аминочка, наша детка-крошка, наша лапуська-пушитенькая штучка. Привет, Аминочка, не принимай кислоту, а то станешь аминокислотой. Энди, а ты ухуял? Ахуу! Я не то спросила! А revealed, ты уху ел? Ага! Уху, ухху, он и суп. Уха! Слушайте, это суп с рыбой, и в нем есть рыба. Это офигеть! Обычно во всех супах в школе нет главного эдингредиента какого-то. Нет главного ингредиента какого-то мясного, типа рыбы или мяса. Короче, я не уверена, что дети, не знаю, как теперешнее поколение, у меня в саду никто не любил супы. А у меня все любили кроме новостей. Все абсолютно. Да в этом салате нифига не хватает. Что это? Какое-то пюре морковное с чесноком и все. Там больше ничего нет. То есть это ревной суп. Получается, да? Первый поцелуй можно назвать этот салат. А, кажется, типа, а что, у тебя рыбы в конце все достали? У нас было так, что, ну, садика, что ты настолько достаешь повариху, что она тебе в тарелку, ну, когда ты идешь в тарелку к ней за порцией, она тебе плюет в лицо. Ставьте под этим видео комментарий, кто подвергает сомнению, что Толя был в нормальном детском саду. Охренительный детский сад. Весело. Забавно. Конкурсы разные там. Бегали. Крапива. Ну, это жизнь. Это круто. А вот это вот, где Вика была, вот это вот, учреждение, даже не знаю. Что там было? У вас что, монастырь для девушек был? Еврейский монастырь. А, это, это, это. Как можно из этого Давида сложить из пальцев? Никак? Кстати, обрезать, то можно. Просто отдать ребенка в ад. Стрессовую ситуацию. Просто в ад его бросить, чтобы он заговорил. Мой ребенок не говорит, что же делать? Может быть, бросить его в ад. Есть родители, которые, типа, бы не против, ну, поти немножко больше, чтобы была бы лучше, ну, еда. Потому что это стрэш. Вот это же странное пюре похоже на пюре-роллтик, которое, знаешь, вот это вот, заливаешь кипятком. Фу, блин, что это? Долик будет плеваться, ну, по-христа ради. Что это такое, боже? Не доели морковку, вот тебе, получать. Мне кажется, это, кстати, на вкус лучше, чем выглядит. Да. А, нет, это печень. Да. Оно гороховое. Оно очень мягкое. Даже... Блин, вот не знаю, в детстве вообще я не любил почти все, но печенки никогда не испытывал. Вот все не любят печенку до сих пор. Я уже люблю печенку, особенно с сливочным соусом. Ну, здесь, конечно, такое себе, это не соус, это подлива. Ну, все, каша первая была, теплая, помните? Ааа. Мы все вместе грели, да? Баааа. А что это, так печень, что ли? С…. Печенка, да? Кофиз. Какое говнище. А оно захотит… Хочется, другое было, но оно из гороха. Ну из гороха, ну что она хотела сказать? Из гороха. И что? Из гандона? Ну что она хотела сказать? Слушай, ты из говна. Нет, это нормально. Печень полезна, там много железа. Кушайте печень обязательно. Хотел сказать дети, но... Ребята, пишите в комментариях, пожалуйста. И не ходите через металлоискатели, когда едите в печенку. Давайте создадим какую-нибудь группу ненавистников печенки. Да их дофига, их на самом деле большинство. Я вообще мало людей знаю, которые любят печенку. Лучше напишите в комментариях тех, кто любит печенку. Поэтому у нас будет настоящее сообщество. Короче, у меня был единственный друг, единственный мальчик, с которым я общался. Мы с ним сошлись на теме творчества, короче. Мы рисовали игры. Пентаграммы. Да. Мы рисовали игры. У нас были такие, мы платформеры, короче, офигачили. У нас были клетчатые тетрадочки с ним. И мы рисовали такое, короче, сначала персонаж. Типа. А потом у него на пути всякие препятствия. Типа ямы. Геймдизайн. Геймдизайн у нас был, да. В смысле, горох уже зеленый? А что ты тут какой-то, типа, какашный съед? Обычно варен? Кого? А я маму ночью. Там были турники, и вот многие ребята делали, типа, вешались на ноги, за коленями держались ногами и вниз головой. И мне почему-то было страшно это делать все время. И один раз я сделал, и от того, что мне было страшно, я упал. И поцарапал нос. Ну, как бы, не страшно, не сломал, поцарапал. И мне воспитательница говорит, говорит, ну все, говорит, тебя не узнают родители, все. Я такой, нет, в смысле не узнают? Я говорю, нет, узнают. Я сижу, жду маму на улице. Вот, я сижу, мама идет, и такая, проходит меня. И для меня такой стресс, я типа не узнала. Я говорю, мама, она идет. И все, я такой, мама, это я просто нос поцарапал. Ну все, мама говорит, ааа, точно, дебил. Гороховое пюре, если дать детям, то что будет потом? Ммм, маленькая ракета. Космическая программа в Беларуси. Я люблю творожные запеканки, но я вижу, что это не очень творожная запеканка. Фу, я это вообще, это не мое, блин. То, что тут как-то очень много муки, это больше похоже на, либо на засохшую творожную запеканку, либо на что-то, где очень много теста с муки. А это кексы. Видишь, а слюнка-то пошла, нормально. Опа, запеканочка. Типичный полник. Кайф, только сюда не хватает сметаны. И чтоб не макароны торчали. А что это такое вообще? Мальник какой-то. Ну, какой-то мальник, но вкусненько, на самом деле. Ну, это вообще не похоже на творожную запеканку. Наверное, это не творожная запеканка. Потому что здесь творог, может быть, он и есть в каком-то процентном. Это чизкейк Нью-Йорк? Нет. Ммм, найс. Может быть, я это, не ем сахар? Что не спросил никто? Может, вообще, маленький ребенок иметь какое-то мнение, потреблять ему сахар или нет? Ну, это класс. Это выглядит вкусно. И вот это прям, реально, еще если сметаны, это полить. Не, они всегда в садике резали квадратиком. Это еще более ублюдочно делало это блюдо. Ну, тоже с изюмом, блин, изюм хорош сам по себе. Куда-то его добавлять. Изюм реально стоит денег. Зачем его в таком количестве класть? Можно поскромнее. Изюм недорого стоит. Можно поскромнее закинуть туда изюма, еще остырить и домой отнести. Вика, это из твоего садика просто. Так, 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 осторожно. А еще однажды мне в детском саду сказала какая-то мелкая сучка, что я не умею рисовать. Я. Карандаши ей в глаза просто. Сейчас я нарисую на твоей коре головного мозга. У меня вопрос. Где белковая я? Где белок? Белок? Ну, типа, это был на завтра. Какой завтра? Короче, когда мою маму вызвали очередной раз и сказали, что он не хочет спать, она сказала, ну ты бля, ну пускай не спит. Сука. Что мне его метадоном колоть? Что, чтобы он спал? Что вы от меня хотите? Знаешь, в чем прикол? На сандалии. Когда я был в садике, я вообще не знал, что... Что? Я в душе, что есть американская романтика. Ты как-то заикаешься, что? Дорогие друзья. А сейчас будут наши фотографии под номерами. И попробуйте угадать, кто есть кто на этих фото с дымком. Чаек, кстати. Это фирменный чаек, в который добавляется весь пакет сахара. Не важно, какой объем чана у поварихи. Хоть кастрюлька, хоть будет вот такой бидон. Туда высыпается несколько килограмм сахара. А своих детей в садике давать будешь? Не уверена. Что это? Дети будут интроверты жесткие. Не знаю. Ну, в хорошие давать буду. В обычные, наверное, нет. Ну что, дорогие друзья, подписчики. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Любите своих детей и следите за их воспитанием самостоятельно. Не поручайте это воспитателям из детского сада. А то вырасту я. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Если есть такой грешок за вами, то подписывайтесь. Делайте какую-то кнопку. Какой-то я не помню. Я путаю. Ребят, все. Мы сегодня попробовали еду из детского садика, как вы и просили. Поэтому пишите нам обязательно в комментариях, что нам попробовать еще. Мы все это читаем, берем на заметку и снимаем для вас. А также не забывайте делиться своими какими-то сверхновыми идеями. Потому что фантазия безгранична. И мы с удовольствием попробуем что-нибудь сверх космическое. Все. С вами был канал Вон Аппетит. Вика, Толя. Наши друзья. Всем до встречи. Всем пока. Тихий часа, стой. Тихий час класс! Всем пока! Ладно, сейчас вы увидите, сейчас. Хотя было в детстве, что ну... Чеев допивается, и лимончик где-то достается. Ты его достаешь. И к пикелке. Лучше нормально. Продолжение следует...